Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели, не так часто костная патология звучит на конференциях. Все же мы слышим о кости образующих опухолях, ряще образующих опухолях, а фиброзные и фиброзно-гистеоцитарные поражения, я считаю, незаслуженно забыты. Может быть, это связано с тем, что и морфолог, и рентгенолог, и иногда и клиницист видят достаточно невыразительную картину. Но все-таки я постараюсь к этой невыразительной картине добавить цвета и немножко рассказать об этих опухолях. Итак, фиброзные и фиброзно-гистеоцитарные поражения костей. В разных клиниках, я думаю, что среди присутствующих есть представители различных костных школ относятся к этим опухолям по-разному, и по-разному их разделяют в разные группы. Кто-то относится, например, к фиброзной дисплазии, к остеофиброзной дисплазии, как к опухоли подобным процессам, кто-то относится к истинным опухолям. Я думаю, что на этот вопрос ответит генетика в ближайшее время. Но нам кажется, что наиболее логично разделять эти опухоли на доброкачественные, пограничные и злокачественные процессы. Клинический пример. Молодой человек, 27 лет, с болезненным новообразованием в области локтевого отростка. Морфологическая картина. То, что я сказала, не очень выразительная. При данной группе заболеваний мы в основном видим веретиновидные, иногда вытянутые, иногда мелкие клетки, небольшое количество реактивной кости, гигантские клетки, конечно же, волокнистая кость. Но, во всяком случае, картина достаточно мономорфная, не всегда очень яркая. В данном случае вы видите волокнистую кость. И диагноз не вызывает сомнений. Это метафизарный фиброзный дефект или осифицирующая фиброма. Еще один клинический пример. Пациент 46 лет с деформирующим кость новообразованием. Вы видите вздутие, ячеистое, в средней трети диафиза, рентгенологическая картина. При дополнительных рентгенологических методах достаточно мономорфное образование. Вы видите морфологически реактивную кость и, опять же, достаточно мономорфный морфологический субстрат, который представлен муаровыми структурами из веретиновидных клеток, небольшим количеством волокнистой кости, возможно, гигантские клетки. Опять же, не очень яркий, не очень, как я сказала, выразительный морфологический субстрат. Небольшое количество волокнистой кости как бы замурованы вот в эту фиброзированную строму. В данном случае диагноз фиброзная дисплазия тоже не вызывает сомнений. Еще один клинический пример. Пациентка 40 лет. У нее несколько поражений в позвонках, в поясничном и в грудном отделе. Вы видите, что очаг литический с небольшой зоной деструкции. Достаточно мономорфно выглядит это при дополнительных методах исследования и дополнительный очаг в грудном отделе позвонка. Морфологическая картина. Опять же, во всех трех случаях она в значительной мере сходна. Однако в данном случае выполнены были некоторые маркеры иммуногистохимические. дифференциальный диагноз гораздо более широкий. Это либо высоко дифференцированная злокачественная веретеноклеточная опухоль, возможно фиброзная дисплазия или центральная высоко дифференцированная остеосаркома или десмопластическая фиброма. И при помощи дополнительных методов исследования, которые последовали, все-таки был поставлен предположительный диагноз десмопластическая фиброма, мультифокальная. И следующий клинический пример, как бы понарастающий, это наша пациентка, в нашей клинике она наблюдалась 34 лет. Впервые она появилась в 2009 году и был поставлен диагноз перелом бедренной кости, был выполнен остеосинтез. Но, как вы видите, конечно же, патологический процесс был расценен неверно, возникло прогрессирование. И в финале вот таким образом выглядела бедренная кость и была удалена бедренная кость и выполнено было эндопротезирование. Морфологическая картина в этом случае. Вот таким образом опухоль выглядела в 2014 году, затем в 2017 году, обратите внимание, что нарастает клеточный полиморфизм. И уже в 2017 году можно было обнаружить патологический остеоид. И наши классические морфологические молекулярные маркеры помогли в данном случае поставить диагноз высокодифференцированный центральный остеосаркома. Что хотелось бы сказать, что вот эти случаи, которые морфологические, клинические, рентгенологические в какой-то мере сходны, однако вы видите, что они могут доставлять значительные хлопоты и морфологам, и клиницистам, и, конечно же, хирургам. Что касается доброкачественных поражений, здесь представлен их список. Это неосифицирующая фиброма, переостальный десмоид, доброкачественная фиброзная гистиацетома, фиброзная дисплазия и остеофиброзная дисплазия, и костнофиброзные поражения челюстей. На этих заболеваниях подробно я останавливаться не буду, но что хотелось бы сказать самое главное. Обычно метафизарный фиброзный дефект это достаточно простой диагноз, он не вызывает никаких сложностей и сомнений. Но, если это крупный очаг, и если он подвергся патологическому перелому, то структуры могут смущать и клиницистов, и рентгенологов, и морфологов, и в данном случае нужно быть очень внимательным и проводить дифференциальный диагноз с остеосаркомой. То есть, с одной стороны, не должно быть овер-диагностики и в то же время андер-диагностики. Что еще важно? Не путать с гигантоклеточной опухолью, потому что, несмотря на то, что гигантоклеточная опухоль лечится, да, но с ума бы, активно, но мы знаем, что бывают и осложнения при этом, все-таки это разные заболевания, поэтому необходимо дифференцировать с гигантоклеточной опухолью. И если наблюдаются рецидивы, упорные рецидивы, и тем более метастазирование, то диагноз неверный. Это то, что касается доброкачественных заболеваний. Локально-агрессивные – это группа заболеваний, которые очень сложны в диагностике. Большую проблему часто составляет десмопластическая фиброма, и ее дифференциальная диагностика с фиброзной дисплазией и с высоко дифференцированной остеосаркомой. Таких случаев у нас в клинике много. Мы их накапливаем, и должна сказать, что и в ту, и в другую сторону были случаи постановки неверного диагноза, и, к сожалению, это отражается на судьбах пациентов. 19-летний пациент вы видите биоптат, новообразованная волокнистая кость вот в этой фиброзированной строме. Такая картина легко может быть и при фиброзной дисплазии, и при десмопластической фиброме. Нет, при десмопластической фиброме нет, при фиброзной дисплазии и при высоко дифференцированной остеосаркоме. В данном случае амплификация гена помогает поставить правильный диагноз высоко дифференцированной остеосаркомы, а, как вы понимаете, принципиально разные лечения. Но особенно хотелось бы подчеркнуть, что высоко дифференцированная остеосаркома может протекать с дедифференцировкой. И по литературным данным, которые, когда мы проводим параллели с нашими исследованиями, они коррелируют, что в высоко дифференцированных остеосаркомах бывают участки с низкой степенью дифференцировки, то есть дедифференцированные фокусы или сама по себе остеосаркома постепенно становится грейп-3 опухолью или дедифференцироваться в низкодифференцированную остеосаркому. И в данном случае хотелось бы привести такой пример. И я считаю, что это чрезвычайно важно и об этом нужно помнить. И еще одно пограничное заболевание, о котором хотелось бы сказать. Практически я не нашла ссылок в нашей отечественной литературе, поэтому хотелось бы подчеркнуть, что такое заболевание существует, оно именно относится к пограничным среди фиброзных и фиброзных гистеоцитарных поражений. Это ангиоматоидный вариант фиброзной гистеоцитомы. Встречается достаточно редко, встречается и в коже, и в мягких тканях, но в то же время имеются редкие локализации, в том числе и в костях. И что особенно интересно, она имеет перекрестные генетические признаки, при этом заболевании имеется нарушение локуси гена и WSR1. Впервые эта опухоль была представлена на симпозиуме International Skeletal Society американскими учеными, морфологами. Локализация различная, описаны случаи в данном наблюдении в костях черепа, но в том числе и достаточно часто это заболевание встречается в длинных костях скелета, как представлено в данном наблюдении. Вы видите ячеистый очаг, при дополнительных рентгенологических методах дифференциально-диагностический лист включает и анавризмальную кисту кости, солидный вариант, и различные фиброзно-гистеоцитарные поражения. При морфологическом исследовании опять же вы видите достаточно мономорфный веретиноклеточный, как я говорю, невыразительный пролиферат, большое количество сосудистых элементов, щелей, крупных сосудистых полостей и все, что связано с кровью накопление гемосидерина, панель выполнена иммуногистохимических маркеров и фиш-реакция, которая подтверждает данный редкий вариант опухоли, который относится к пограничным фиброзно-гистеоцитарным поражениям. Итак, еще раз, мне кажется, что очень логично разделять эти заболевания на три основные группы, это доброкачественные, промежуточные и злокачественные, о злокачественных сегодня не пойдет речь, это особая большая группа заболеваний, конечно же, за такое короткое время трудно об этом что-либо сказать, и что опять же очень важно, мы стараемся как можно больше между собой общаться, мы обязательно стараемся присутствовать на международном обществе International Skeletal Society, это в какой-то мере это промоушен, но я должна сказать, что это один из лучших костных клубов, симпозиумов, где разбирается огромное количество самых разнообразных и интересных случаев, мы стараемся привлекать нашу работу международных экспертов, они приезжают к нам в гости, мы с ними общаемся, и помимо правила 3D, мы теперь еще используем правила AAA, AFFABLE, AVAILABLE и ABLE, и мы уверены, что это приведет нас к минимальному количеству диагностических ошибок. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...